Всем доброго, друзья мои. Меня зовут Роман, я самостройщик и строю свой дом своими руками. В одном из своих роликов я показал лазерный дальномер и обещал, что сделаю на него обзор. Данный дальномер фирмы S&Way, модель HD120A, что говорит о дальности измерения в 120 метров. Комплект поставки состоит из самого дальномера, шнур для зарядки аккумулятора, чехол и карта, я называю ее отбивная карта. То есть если луч на каких-то темных поверхностях в солнечную погоду менее заметен, то на этой карте его видно отчетливо. Просто прикладывается карта к нужному месту и производится замер. Дальномер имеет встроенный аккумулятор на 850 мАч, что позволяет работать девайсом очень долго, скажем неприлично долго. Чтобы вы понимали, дальномер я зарядил в начале строительного сезона, пользовался пусть и не часто, но весь сезон и на сегодняшний день, а это февраль месяц следующего года, батарейка еще не села. Но чтобы не попасть в просаг во время съемки ролика, я подзарядил аккумулятор до 100%. Сбоку находится заглушка, открыв которую вы увидите разъем microUSB, через который происходит зарядка прибора. Дальномер имеет второй класс точности лазера, что говорит о погрешности в измерениях в плюс-минус 1 мм. С обратной стороны можно увидеть круглую выштамповку. Это бюджетная модель. В более дорогих моделях с видеокамерой здесь находится гнездо для штатива и в меню имеется функция для измерения от места гнезда. То есть на штатив подвешивается отвес и можно измерять расстояние непосредственно от точки отвеса. Дальномер покупался на сайте Алиэкспресс в магазине производителя. Ссылку на магазин я оставлю внизу в описании. Посылка пришла быстро, хорошо упакованная и пришла вовремя без задержек. Данная фирма занимается разработкой и изготовлением измерительных приборов, в число которых входят и лазерные дальномеры. На просторах ютуба вы можете найти разнообразные отзывы о сих девайсах. Я же сделаю свой небольшой непрофессиональный отзыв именно по меню прибора. Ну может быть кому-то когда-нибудь пригодится. Данный дальномер является оригинальным, не подделкой. Узнать это довольно просто. Это логотип компании, он находится под стеклом прибора. Это не наклейка нанесенная сверху, это никакая не кустарная гравировка на корпусе, а именно логотип под стеклом. Данный прибор неоднократно вручал мне настройки. Сравнивать лазерный дальномер с обычной классической механической рулеткой это наверное как сравнивать зажигалку и спички. Уж если говорить о расчетах площади, кубатуры, помещения, измерения длины проемов и их площадей, то здесь неоспоримо рулетка сдает позиции перед дальномером. Но возможно ли полностью заменить рулетку дальномером? Отвечу сразу нет, невозможно. У дальномера есть свои минусы. Лазерным дальномером неудобно отмерять какой-то штучный материал, например кусок арматуры или длину доски или еще чего подобного. Он не может произвести замер от поверхности с высокой степенью отражения. Стекло, блестяшки какие-нибудь. Очень трудно порой произвести замер под острым углом. Данный девайс больше подходит для измерения расстояний. Больших и не очень. Измерения размеров каких-либо конструкций, проемов, высот. Он в одно мгновение высчитает площадь, кубатуру, расстояние при обстоятельствах, при которых нет никакой возможности измерить длину или высоту механической рулеткой. В общем, на мой взгляд, данная приблуда просто незаменима для самостройщика. Эта штука, которая поможет сэкономить просто огромное количество времени. Конкретно моя модель предназначена для измерения расстояний до 120 метров. Я не думаю, что данное расстояние мне когда-то придется где-либо измерять. Напомню, что мой участок имеет размеры 30 на 50, но эти 50 метров он слегка отбивает даже в самую солнечную погоду. Теперь давайте посмотрим на функционал данного прибора. Разберем все кнопочки, как что работать и для чего все это нужно. Начнем с самой большой и яркой красной кнопки Read. При нажатии на данную кнопку включается дальномер. Также этой кнопкой производятся замеры. Для этого нужно нажать на нее один раз, загорится красный луч, направить данный луч в нужное место, до которого нужно произвести замер и нажать эту кнопку повторно. Все, замер произведен. При удержании красной кнопки более двух секунд прибор начнет производить измерения, так сказать, в онлайн-режиме. То есть он начнет измерять расстояние до тех мест, куда направлен луч. При перемещении луча соответственно цифры на экране будут меняться, показывая новые длины. После всех манипуляций на экране останутся два значения. Это максимальная длина и минимальная. Следующая кнопочка. Расположена она прямо под красной кнопкой Read. Данная кнопка при однократном нажатии включает и выключает звук клавиш. Более долгое нажатие меняет единицу измерения . Ну, поскольку мы живем в России, где используется метрическая система измерения, то соответственно и пользоваться удобно будет метрикой. Причем есть два варианта метрики. Это с тысячными и сотыми долями. Понятно, что для более точного замера используются тысячные, то есть десятые доли сантиметра, а для более грубого замера есть сотые. Также для искушенных пользователей здесь добавлены и другие единицы измерения. Например, после метрики идут инчи или же дюймы. Так уж сложилось, что в мире дюймовая система работает на американском дюйме. Один дюйм равен 2,54 сантиметра. Это десятичные дюймы. Следующая единица это дробные дюймы. То есть, если перед этим дюймовая система была десятичная, как вы видите 3,9 дюйма, то сейчас она идет дробная. То есть, те же самые 3,9 дюйма, но записанные как дроби 3,7 восьмых. Например, вы могли видеть некоторые наборы ключей, в которых наборы головок идут сразу в двух системах. Дюймовая дробная и метрическая. Там где метрика, там идут наши обычные размеры. К примеру, головки на 17, 19, 21. Там где идут дробные дюймовые, вы можете увидеть 7,8, 5,16, 7,32 и так далее. Следующая единица все те же дробные дюймы, только записанные по-другому, как градусы, минуты и секунды в геодезии. Следующее нажатие и новые единицы измерения футы. Чуть ли не у каждой страны есть свои футы и длина этих футов разнится. Но в 1958 году на конференции англоговорящих стран страны-участницы унифицировали свои единицы длины и массы. Длина одного фута по международной системе составляется 30,5 см. Футы это внесистемные единицы измерения и фут не входят в международную систему единиц. Тем не менее, она имеет право на жизнь. Похвально, что китайцы включили в данный девайс и эту единицу. Едем дальше. Следующая кнопка. Это отключение прибора и она же сбрасывает показания на экране. Чтобы выключить прибор, необходимо нажать на данную кнопку и удерживать ее в течение двух секунд. Теперь правый ряд. Верхняя кнопка плюс и минус. Данная кнопка помогает суммировать или наоборот, произвести вычет в измерениях. Приведу небольшой пример. Например, вы хотите поклеить обои на стене, но посередине у вас будет панно. И вам нужно высчитать площадь обоев, которые будут по краям. Сначала вы измеряете высоту от пола до потолка. Затем измеряете ширину. Для этого прикладываете прибор с одной стороны и измеряете расстояние от панно до стены А. Далее нажимаете плюс. Аналогично прикладываете с другой стороны панно и отмеряете ширину до стены Б. Так получается общая ширина для расчета площади поклейки обоев. И подобным образом работаете с минусом. От большей длины отнимаете необходимую и получаете результат. Следующая кнопка сохранения. Очень нужная кнопка, позволяет вам сохранить результаты ваших замеров. Для начала вы производите замер, далее нажимаете кнопку на которой нарисована дискетка и удерживаете ее в течение двух секунд. Вверху на экране появится символ с единичкой. Первая ячейка сохранена. Далее необходимо сбросить результат и произвести второй замер. Аналогично нажать на данную кнопку с дискеткой и удерживать в течение двух секунд. Вверху появится значок указывающий на то что вторая ячейка сохранена. И так можно сохранить огромное количество результатов. Для просмотра ячеек занесенных память например дома вы включаете дальномер и нажимаете на дискетку. Далее кнопкой плюс-минус начинайте выбирать нужную позицию. Если какая-то позиция вам больше не нужна, например третья, выбираете третью позицию нажимаете кнопку clear. То есть чистота или очистка и данная позиция удаляется из памяти. Но только помните, что удаляется только результат, а не ячейка. То есть если вы удалили третий результат, то все остальные после третьего сдвигаются на одно значение. И теперь четвертый результат станет третьим, пятый четвертым и так далее. Если не нужны все пять ячеек, соответственно также просто нажимаете clear, 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 все результаты автоматически удаляются. Теперь левый ряд. Кнопка с изображением прямоугольника. Данная кнопка значительно облегчает производить расчеты и измерять труднодоступные или недоступные вовсе места. Но обо всем кратенько и по порядку. При включении прибора сверху вы видите прямую линию. Слева вы видите символ откуда происходит измерение с торца или сначала, но об этом чуть позже. Дальше вы видите прямую линию. Это обозначает, что происходит замер от точки А до точки Б. И все. Нажатие на кнопку с прямоугольником изменяет символ прямой линии на прямоугольнике. Теперь вы можете рассчитать площадь прямоугольника, площадь комнаты, площадь стены и вообще любая площадь прямоугольной какой-нибудь конструкции. Для этого вы производите один замер длины и далее с этого же места производите замер уже в перпендикулярном направлении. После того как вы произвели второй замер автоматически внизу показывается площадь измеренного вами объекта. Далее двойное нажатие. Теперь вверху вы видите символ объемного прямоугольника. Он позволяет измерить кабатуру помещения или какой-то может быть камеры, комнаты или не знаю еще чего. Для этого с одного места вы измеряете длину, затем ширину, потом высоту и после замера высоты автоматически производится расчет объема. Следующее нажатие этой кнопочки позволяет вам суммировать площадь нескольких стен или допустим стены и потолка или полые стены. Для этого производится сначала замер высоты, далее делаете замер ширины. Сразу же показывается площадь объекта. Следующий замер новой ширины автоматически добавляет к результату новое значение. Классно. Если нужно добавить еще одну стену, делаете новый замер и уже к полученному результату добавляется площадь новой стены. Можно этих стен добавлять штук 50 наверное или даже больше и площади постоянно будут суммируется. Главное чтобы высота была одна и та же. Очень удобная функция. Переходим к следующему значению. Вычисление расстояния до объекта с помощью гипотенузы и угла. Данная функция очень полезна в том месте если нет возможности измерить расстояние напрямую. Например если у вас двор или скажем стена в доме и угол этой стены завален чем-нибудь. Не знаю хлам там будет материал какой-нибудь или инструмент. В общем напрямую до стены нет никакой возможности произвести замер. Когда включаете прибор, выбираете данную функцию диагонали. Подводите лучи до точки там где луч может соприкоснуться с полом и стеной и производите замер. Это будет гипотенуза треугольника. Согласно теореме Пифагора высчитывается длинный сторон. Следующее нажатие. У вас есть возможность узнать диагональ. Для этого нужно измерить высоту и расстояние до предмета стены или опять не знаю чего там. Опять же все работает с теоремой Пифагора. Следующее нажатие позволяет быстро вычислить какой-то отрезок на вертикальной стене либо на столбе либо на чем-то возвышающемся. В общем необходимо измерить какой-то участок на высоте которой невозможно измерить рулеткой с земли. Для этого придется сделать три замера. Допустим вам надо измерить высоту фронтона какого-то дома. Для этого сначала отмечаем самую верхнюю точку на фронтоне, потом отмечаем самую нижнюю точку на фронтоне и потом ставим перпендикуляр. Отстреляли, получили результат. Все просто. Аналогично можно измерять какие-то углубления в земле или не знаю в шахтах каких-то или еще где-то что-то, где нет возможности спуститься и произвести замер рулеткой. Следующее нажатие. Таким же образом вычисляется вся высота столба. Может быть вся высота дома или еще чего-нибудь. То есть в первом случае высчитывали именно определенный кусок. Во втором случае измеряется полностью вся высота. И следующее нажатие возвращает нас вновь к прямой линии. И теперь осталась последняя кнопка. Данная кнопка меняет место откуда производится замер на аппарате. То есть в данном случае видно что замер производится с кормы с задней части. Если нажать на кнопку, то замер будет производиться с торца, с передней части аппарата. Эта же кнопка при нажатии на нее и удерживании более двух секунд позволяет вам установить таймер. Кнопкой плюс и минус и кнопкой расчета площадей вы можете регулировать время от 3 до 60 секунд. Выбрали нужный интервал времени и нажимаете кнопкой измерить. И все, таймер начинает отсчитывать секунды, после чего будет произведен расчет. Есть еще один немаловажный символ это уложение дальномера относительно горизонта. Ну а иначе говоря уровень горизонта. Здесь он электронный, а не пузырьковый, как в более дешевых моделях, что позволяет добиться более точных измерений. Ну вот вроде бы и все, рассказал все что знаю. Надеюсь данная информация будет вам полезной. Подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик. Дальше будет еще интересней. Увидимся с вами в новых и старых сериях. А я на этом с вами прощаюсь. С вами был самостройщик Роман. Всем удачи, всем пока.